по кругу пускают и надувают, то есть они создают инфляцию. А мы уже с вами говорили, что количество денег должно соответствовать товарообороту. Если денег больше, это инфляция. Поэтому вся банковская система на этом ростовщичестве является источником вот этой инфляции. А у нас все называют вещи другими именами. Ну ладно, вернемся. Значит, поэтому глобализаторам тоталитаризм нужен в переходные периоды для решения задач управления странами и народами. То есть они формируют вождя, ну вот как Ельцина. То есть вот вам пример. То есть сделали из него фюрера, вообще говоря, ну то есть можно демократизатора назовите так. Решили задачи, а потом этот, как его, босс говорит, фюрера долой. И Ельцина, вы знаете, сейчас формируется Кавказский трибунал в Гааге, где будут судить русских офицеров за войну в Чечне. И когда вызовут туда Пашу Грачеву, скажут, Паша, ты убивал чеченцев. А Паша скажет, а что я? Это вот Ельцин. И пойдет наш всенародный избранный. Как пошел Милошевич, Пиночет и так далее. То есть вот вам. Это глобальная политика, глобальное управление. То есть нужны на переходные периоды. На этих козлов все потом. Они козлы отпущения фактически. На них потом все списывается. Так и списали на Гитлера. То же самое все. Он задачи не все решил, но кое-что он решил. В частности, он решил задачу сплачивания евреев. Потому что в СССР еврейство ассимилировалось, становилось и выходили из поминовения вот этой глобальной мафии. А глобализаторам это было не нужно. Поэтому надо было застращать евреев и сказать, видите, вас могут убивать. Поэтому платите шекель, все, держитесь сплоченно, изолировано от других. Ишь тут песни распелись. Солоев седой, Лебедев кумач и так далее. Здравствуй, страна героев. Значит, нельзя этого делать. Значит, вы евреи, вы должны держаться подальше от других. Вот что делал фюрер фактически своими действиями. Сплачивал. Значит, поэтому толпоэлитарное общество гарантированно, предумышленно приводится к толпоэлитаризму максимально в течение 10 лет. И сейчас обратите внимание, во многих союзных республиках к этому дело идет. Вот я уже говорил о Лукашенко, наследственность, Назарбайка. Значит, он, так сказать, там дочку свою готовит. Алиев уже сына своего поставил. У Шеварнадзе у этого хитрого писа не получилось. А в целом тенденции, то есть, королями становятся, там, Кучма пытается, там, значит, то же самое через зятьев. То есть, родственников продвигают все вот это дело. Почему? Потому что глобальные мафии сейчас, если вот так разобраться, это говорит о их слабости, кстати. Они не могут удерживать управление людьми вот бесструктурным способом. Поэтому их идеал, вообще говоря, то, что мы говорили, индийский фашизм. То есть, надо такую стратификацию людей в обществе сделать, чтобы каждый сверчок знал свой шесток. И в этом смысле индийский фашизм очень подходит. Там, вы знаете, брахманы, кшатри, витязи, там, этот Шудра сидит внизу, скрестив ноги на обочине дороги и не мечтает, там, даже о том, что стать, там, значит, подметальщиком каким-то. Вот. Поэтому вот такая система жесткая, рабовладельческий строй, она приемлема, но надо для глобализаторов. Поэтому, чтобы это реализовать, идет система, сейчас мы наблюдаем с вами запугивание людей, нагнетание страха в обществе. То есть, надо, чтобы люди сами запросили, ну, наведите же порядок, то есть, опутайте нас колючей проволокой, чтобы мой дом не взорвали. Вот вся система международного терроризма, вот международный, что такое международный терроризм, это что? Что за этим явлением кроется? В чем его причина следственной связи? Какие цели он преследует? Просто так, что ли? Да ничего просто так не происходит. Поэтому вся система международного терроризма готовит общество на планете, земля, людей к восприятию жесткой фашистской диктатуры. Каждый сверчок знает свой шесток. Значит, и запугиванием вот этими взрывами людей толкают, когда их пустят между двумя рядами колючей проволоки, они скажут, Господи, спасибо тебе, мой дом не взорвется, и все. Вот это им надо. То же самое делается и в России. Неизбежность краха толполитарной системы. Значит, ну, сразу тезис такой, после того, что вот мы изучили. Скажем так, а Богу нужна вот эта толполитарная система? Как вы считаете, после того, что мы узнали? Если каждый человек – дитя Божье, каждый человек индивидуален, и если по отношению к каждому человеку и к человечеству в целом есть Божья цель, то неужели Бог вот такую систему задумал? Нет. Поэтому этой системе объективно приходит конец. И вот мы посмотрим, чем подбирается неизбежность краха, в чем она заключается. Семьи элиты подчинены общебиологическим законам. Поэтому на тысячу детей из элиты и на тысячу детей из толпы одинаковое число одаренных, то есть способных обдуманно осваивать знания. Помните, мы с вами рассматривали закон нормального распределения, то есть 5% шибко умных, 5% не шибко, а 80-90% – это обыкновенные, значит, нормальные люди. Вот это касается и той категории элиты и толпы. Клановая замкнутость элиты, ее вседозволенность и элитарные амбиции предопределяют кадровый состав управленцев из своих, то есть узаконенной наследственности. И только что мы сейчас с вами порассуждали об этих президентах СНГ и так далее, то есть все они стремятся. Буш, не Буш, тоже Буш, значит, у него папа был президентом Соединенных Штатов, это не только у нас. То есть амбиции есть, а способностей нет. И это приводит к уменьшению качества управления общественными процессами. Ну, в частности, это привело и к застою. Ведь что было при Брежневе и так далее. Вот эта верхушка ЦК КПСС, там они все переплелись в клановых своих, так сказать, династических браках и так далее. А управлять-то не могут. Это Сталин, как папа Карло, работал с утра до ночи, так сказать, там ночами не знал, не спал, и каждого конструктора знал по имени-отчеству. А что Ельцин знал там, кроме стакана, так сказать, и все рядом с ним, так сказать, спьянствовали, за редким исключением. Вот и понизилось качество управления. А при Брежневе то же самое, что было при Хрущеве. Значит, поэтому неспособность элиты поддерживать необходимые качества управления привело к двум явлениям. Процесс расширения социальной базы управленцев идет вопреки амбициям и мнению Чумаза не может. Почему этот процесс идет? А потому что жизнь требует. То есть вот та матрица, помните матрицу, которую мы с вами рассматривали, вот эта вот такая, значит, объемлющая, она заставляет решать задачи, поставленные иерархически высшим объемлющим управлением. И доказательством этому является, что всегда в трудные времена, на Руси в частности, появлялись Ильи Муромцы, Ломоносовы, Сталины и так далее. Фрунзы, которые делали больше, чем элита. И гораздо больше. Элита-то не могла, вот они делали. Ведь если говорить, Сталин откуда? Из простой семьи. Значит, а Ломоносов откуда? Ну и так далее. Чтобы сохранить свое господство, жречество, псевдожречество, вынуждено обеспечивать необходимое качество управления обществом на глобальном уровне. Для этого разработан специальный механизм. Вот опять мы вышли на этот механизм. Значит, обрезание элиты так называемой. То есть еврейство опять здесь заложник. Вот понять им это надо. Поскольку основная кадровая база на уровне еврейства, то что делается? Создается революционная ситуация. Народ громит ничего не понимающую элиту. И, как в песне Михаила Ивановича Ножкина, нам нового начальника назначили, мы с этим по домам и разошлись. Вот, то есть руками толпы одна элита срезается, уничтожается и назначается новая. Если сейчас вот эти лекции читаются июнь месяц,